Надоели однотипные батл рояли? Тогда советую обратить внимание на незаурядную онлайн игру в жанре королевской битвы. Total Lockdown. События игры происходят в 20-этажной высотке в рамках телешоу с очень угарной озвучкой. Игру начинают 100 участников, но лишь одному суждено дойти до финала. Скачивай игру по ссылке в описании и давай вместе играть в неё со мной на стримах. Смотрим Слидана идеальная меткость. Его новые ролики по Варкрафту. Я уже говорила, что смотреть не буду, потому что не играла в Варкрафт и в нём не шарю. Не хочу лезть в то, в чём не соображаю, поэтому смотрим идеальная меткость. Торселект не свой, а нау. Тебя здесь ждут приятные ставки, чатик... Он понятна рекламка. Да. ...с тем, чтоб попадать в противник... Вы испытываете трудности с тем, чтоб попадать в противника в контр-стрики? Да. Бля, чё-то не выходит. Это я просто... У вас никак не получается подобрать свои носки и кинуть их в коридор, чтоб в комнате не воняло? Фу, воняло. Когда вы просыпаетесь от будильника на телефоне, вы хотите разбить его молотком, но вместо этого разбиваете свои надежды и мечты... Ну, бывает. Здарова, заключённые моего канала. Привет. С вами японский подонок. И недавно в мою редакцию поступило душесчипательное письмо с просьбой о помощи. Вот оно. Привет, Андрей. Меня зовут Виктор. Тебе пишет твой верный подписчик Анатолий Упячив. Я очень люблю смотреть твои видео, но у меня есть одна проблема. Я часто, так скажем, ссыкунькаю мимо туалетной дыры. Что? Вот буквально вчера. Захожу я, значит, в уборную, расчехляю свою катану и начинаю, как говорится, окроплять керамическую посудину своим апельсиновым соком. Первые пять секунд минули... Фу, блин! ...с происшествием. Нафиг. Но потом, к сожалению, мой истребитель вышел из-под контроля. Ракеты полетели туда, сюда, на пол, на стены, на потолок. Мать идёт в панике и бежит за тряпками. Знаете, что самое угарное? То, что в женских туалетах иногда бывают подобные ситуации. Иногда заходишь в женский туалет и думаешь, это точно не мужской туалет. Мужчины, вы не поймёте, что иногда творится в женском туалете. Ну, это понятное дело, если вы зайдёте в каком-то торговом центре или в каком-то нормальном месте, в туалет, такого не встретите. Но в какой-нибудь школе или учебном заведении, захудалом, то там такое может быть, поверьте. И ты стоишь в туалете и думаешь, а как? Как это можно было сделать? Ну, это же женский туалет. Я до сих пор не понимаю, как, честно. Тебя прячется под столом и дрожит с бутылкой пива в руках. Ах, соседи стучатся в двери, вызывают спасателей. Короче, засал я свою уборную конкретно. И так получается почти каждый раз. Мама говорит, что не в силах больше этого терпеть. Сказала, если не смогу научиться попадать струёй в унитаз, то выгонят меня на улицу. Я уже и не знаю, что делать. Игорь, пожалуйста, помогите мне решить мою проблему. На фотографии я. Меня зовут Виктор. Так вот, Толян, а также все, кто испытывает подобную проблему. Слушайте внимательно. Для того, чтобы быть метким, нужно много чего знать и уметь. Пиздеть, не мешки ворочить. Много вас таких по весне оттаяло. Поэтому я разработал для вас эксклюзивный комплекс упражнений для того, чтобы... И лайфхаков, чтобы... Что? Меткость нормальна. Что? Теперь перейдём к целевой аудитории геймеры, а именно, извиняюсь, каэсеры. Как вы знаете, в Counter-Strike очень важна точность. Умение попадать в голову, ставить хэдшоты, а также делать головное пробитие. Дилетанты предпочитают целиться в большие части тела, чтобы при зажатии хоть куда-то попасть. И, как ни странно, чаще всего под их прицел попадает пах противника. Это полная хуйня. Для заветного пробития нужно целиться в голову. Почувствуйте разницу. Вот это стрельба с 47-го автомата Калашникова АК-47 по пеннису. А вот это точечная стрельба в голову. Блин, такая авгардная ставка. Ставка, да. Эффективность налицо. Но как же всё-таки научиться попадать в голову? Ведь для этого нужен нафиг. Почему меня так сиё упарывает? И опыт. Не волнуйтесь, я подготовил для вас занимательные... Lifehacks. Осу. Это игра, в которой нужно классать в определённые точки на экране под ритм музыки. Здесь дохрани... Она немного другая. Мне было в ней неудобно трениться имя. И песен на выбор. Но для тренировки попадания в голову советую... Я не знаю, почему она меня так упарывает, эта вставка. Вроде уже столько раз просто он её показал, меня всё равно упарывает. Переходить на сложные и быстрые битмапы. Вот, зацените, как я шпиляю в один из моих любимых. Увлекательно, не правда ли? На самом деле, это действительно хороший способ поднять свой скилл в кс и других шутерах. Думаете, что человек, который способен сделать это... Нифига себе. И сможет поставить вам хитшот в контре за долю секунды? Я думаю, сможет. Так что, дерзайте. Жесть просто. К тому же, это развивает чувство ритма. Dance for... О, да, это точно пригодится в жизни. Многие пользователи стима не знают о существовании воркшопа, и для них зачастую интерфейс абсолютно любой игры выглядит так. Но, тем не менее, в воркшопе кс гоу есть очень много разнообразных карт, в том числе и тех, на которых можно удобно тренинговать свой скилл. Например, вот это. Здесь можно почувствовать себя как в тире. Наверняка какой-то деббик спросит, а почему бы не тренировать свой скилл просто играя? Нахуя оно мне надо? Понимаешь, молодой, даже если тебе похуй на то, что с тобой играют живые люди, всё равно большинство времени ты не стреляешь. Ты лежишь мёртвый и ждёшь конца раунда, пирожок. Это не так эффективно для повышения твоей меткости. А хотя, если ты когда сышь, всё-таки попадаешь... Давай, мужик, хакни мой лайф. Ну, а если вы всё-таки не слабовольный домосед-неудачник? Чё-то на моём канале забыл, блядь. Ну, в общем, если любите, как говорится, жить настоящей жизнью, то у меня есть для вас тоже есть отличный лайфхакинг. Всё, что вам нужно, это иметь яйца в холодильнике. Выбираем рандомного прохожего и... Оу! Этот способ быстрее всего тренирует вашу меткость. Жесть! Он не боится, что ли? Придорок, что ли? Жесть! Используя этот метод, вы без проблем за недельку достигнете ранга Global De-bil. Чувак, ты ж знаешь, что когда заходишь на мой канал, ты всегда получаешь дозу хорошего обучающего контента. А если ты получаешь дозу, то иди лечись, наркоман ебаный, обколешься с пидами своими, блядь, а потом ищи их по всему су... Она там с телосочки, и если ты ещё не подписан на канал Слизера, то какого хрена у тебя есть 10 минут, чтобы подписаться, или твоя Маша сдохнет? Жесть. Жесть. Концовка жестокая, именно поэтому я подписана на Слизера. Мне стало страшно, и я заранее подписалась просто. Прикольный видос, кстати, такой небольшой. Слизера в основном видосы идут, ну, больше 10 минут. Ну, про Осу я уже пробовала играть в неё, мне не особо понравилось. Ну, задумка крутая, но было немного неудобно. Может быть, я не ту версию Осу открыла, скачала, я честно без понятия, но было немного неудобно, некомфортно. И, кроме того, я раньше тренировалась как раз-таки на картах контре, вот сейчас тоже хотела бы этим заняться. Продолжение следует...